МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объявляют 28-е заседание Тюменско-областной думы 7-го созыва открытым. Повестка очередного заседания депутатов включает привычные рабочие вопросы. Народные избранники вносят ряд актуальных изменений в областное законодательство, заслушивают доклады о деятельности Фонда пенсионного и социального страхования. То, что заседание праздничное, чувствуется по числу приглашенных гостей. И наградам, которые юбиляры выручают тем, кто плодотворно сотрудничает с парламентом. Тюменская облдума – единственный в стране законодательный орган, работающий в интересах жителей сразу трех регионов – Большой области, Ямала и Югры. И такой принцип формирования парламента, поддержанный в том числе и Конституционным судом, доказал свою эффективность. В итоге выиграли все жители всех трех субъектов, потому что это три мощных региона с мощными бюджетами. Мы живем значительно лучше, чем многие-многие регионы нашей страны. И это благодаря тем мудрым решениям, которые были приняты Конституционным судом и нашими тремя субъектами. Поддерживаем такие постоянные отношения в рамках Совета законодателей трех субъектов. Мы очень бережно к этому относимся, потому что все равно наши представительные органы – это та основа, та база, которая обеспечивает благополучие жителей всех трех субъектов. Как бы это пафосно ни звучало, это реальность. Главный инструмент взаимодействия трех регионов – программа сотрудничества, которая реализуется по самым разным направлениям. Главные для Ямала и Югры – переселение из районов Крайнего Севера, получение медпомощи, обучение в тюменских вузах. В прошлом году программа была продлена до 2035 года. Объем финансирования увеличился на 31%. Это примерно 12 миллиардов рублей. Общий объем финансирования – 49 миллиардов рублей. Депутаты единогласно проголосовали. 2,6 миллиарда рублей будет направлено на приобретение жилья и переселение жителей Ямала-Ненецкого автономного округа на юг Тюменской области. 6 миллиардов будет направлено на социальные выплаты жителям Ямала-Ненецкого автономного округа, которые проживают на юге Тюменской области. Это пенсии, это ЖКХ, транспорт, связь. Я считаю, что программа сотрудничества, которая реализуется нашими субъектами, работает очень эффективно и позволила за эти годы сделать очень много для улучшения благосостояния наших земляков. Связи, контакты у нас постоянные, мы общаемся по разным вопросам, у нас очень много и совместных проектов. За 30 лет облдума приняла более 3000 законов, треть из них базовые, которые повлияли на экономический рост регионов Тюменской матрешки. Сегодня депутаты вместе справляются с новыми вызовами, поддерживают участников СВО, помогают им адаптироваться в мирной жизни. Здесь, в Тюменской областной думе, плетут сети, собирают продуктовые наборы. У нас есть несколько проектов, которые мы финансируем. Это 100 миллионов для победы. Есть в парламенте и место для дискуссий, рассказывает Дмитрий Плотников. Ведь в областной думе работают представители разных партий и взглядов. Но их объединяет одна задача – быть полезными людям. Людмила Завгородняя, Богдан Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера».